Всем гигантский приветик! Сегодня я вам расскажу, как сделать лед. Классный лед, который можно положить в чай, в кофе или даже в коктейль! Ну что же, сегодня я расскажу про этот лед. Для этого вам понадобится формочка для льда и вода, потому что лед это застывшая вода. Эту воду вам нужно разместить в формочку и поместить в холодное место, например, в морозилку. Где же взять такую формочку, думаете вы? Ну, например, можно купить ее в каком-нибудь хозяйственном магазине, в любом. Мы, например, купили в магазине Икеа. Там вот такие рыбки продаются, там еще какие-то другие были. Но они продаются везде, в Ашане, в Абби, в других магазинах, какие вы только знаете. Эта штучка for women only, только для... А, for water only. Я думала, написано только для женщин. Я аж офигела. Но это написано for water only, только для воды. Ну, конечно, потому что лед делается из воды. Не надо делать лед из чего-то еще. Ну, как же это все-таки делать? Вот у вас есть форма, мы ее ставим. Силиконовая форма, между прочим. Берем водичку. Вода должна быть питьевая. Я знаю, что многие люди наливают воду из-под крана. Это же просто какая-то странная идея. Вам же ее пить. Нужно наливать ту воду, которую вы будете пить. Ну, то есть питьевую. Берем воду и заполняем всю форму. Теперь, пожалуйста, привлезьте, потому что сейчас будет сложный момент. Все думают, ой, как же заполнять это так сложно. Советую вам лить в центр. Центр формы. Самый настоящий лайфхак. Из центра формы вода примерно распределится туда-сюда. По краям уже легче так вот долить. Все формочки сделаны таким образом, что у них есть края. То есть даже если вы нальете немножечко лишней воды, в принципе, ничего страшного. Потому что эта лишняя вода будет распределяться на вот этих вот краешках. Так, смотрите, мы вот эту рыбку, мы хвостик ей не долили. Рыбка плывет. Так, заполняем все рыбки так, чтобы у них появились такие, знаете, выпуклости. То есть они как бы наполнились льдом с горкой. Ну, или можно немножко не долить, как это вам нравится. Если вы заполните с горкой, вы знаете, что вода при замораживании расширяется. То есть, как бы, они еще распухнут, и их будет легче всего вынуть из этой формы. Если вы нальете мало воды в вашу формочку, то ее потом не так будет легко доставать, как полненькую. Ну что же, вот и все, наша с вами формочка готова. Но сейчас самый сложный момент, это взять эту форму и донести до холодильника, не пролить. А можно лайфхак? Бывает он не сразу, лайфхак, но... Лайфхак, если у вас есть домашний медведь, то вы можете просить его подлезать лишнюю воду. О-о-о, медвежонок! Молодец! Какой молодец в Неве! Чтобы ее не было слишком много. Хороший в Неве! Вон еще в центре можешь пролизать. А в центре тоже много. О-о-о, хороший медведь! Ну, мне кажется, стало лучше. Спасибо, медвежоныш! Если у вас нет домашнего медведя, советую вам его завести, потому что с медведем классно. Ну что же, теперь мы с вами готовим плацдарм. Куда мы поставим? Ну, например, вот сюда. И мы с вами, наверное, попросим медведя, потому что я точно все разолью. Ну давай. Медведе! Неве! А шили нельзя открыть! Та-а-а-а-ан Получится? Да. Миссия! Выполнима! Ну, хотя мы распределим ее чуть-чуть. Вот. Нормально. Идеально. Вот у нас наши рыбки. Попали в морозилку. Мы закрываем их аккуратненько. Блин. Нормально. Все. И оставляем наших рыбок на пару часов точно. Вот пока они не замерзнут. Потом просто с этой рыбки пьем чай с рыбками, коктейли с рыбками. Кстати, пишите в комментариях, зачем вам нужен лед. Очень интересненько. Ну, ладно. Давайте уже прощаться. Увидимся в следующих видосах. Подписывайтесь на канал. Изи Лерн. Научиться просто. Просто смотри и учись. Пока.